Магазин в море моделизма От ведущих производителей, среди которых много новинок, а также модельной химии и многое другое, но и не могут не порадовать цены, одни из самых низких среди магазинов сборных моделей. На сайте магазина есть форум моделистов, где всегда рады ответить на ваши вопросы и обменяться опытом. Русский масштаб создан моделистом для моделистов. Ссылка на магазин в описании к видео. Здорово комрады, это блок номер 13 по созданию диорамы в поисках воды. Это информация для тех, кто первый раз смотрит это видео, те, кто наблюдает за этой стройкой в курсе. Единственное, хочу пару слов сказать о том, что сделано на данном этапе. После фильтра освежил ствол орудия и ствол пулемета, так как задул все, когда наносил фильтры из аэрографа. Также покрасил выхлопные трубы. Для этого использовал такую краску, потому что это будет интересно. Из тематического набора, который на заднем плане Life Color, это Medium Rust или Intermediate Rust. Раз, ну, в общем, средняя заржавленность. Вот пигмент, тоже он в этом же наборе был. Смешивал немножко, чтобы металлический оттенок получить. Пигмент ржавчины, свежий, тоже использовал, как вы видите. Сейчас чуть поближе сделаю. Ну, чтобы другой оттенок показать, вот, свежий немножко, чтобы однотонности это избежать, добавил немножко, такой свежий, ржавчинный. Вот этот набор на заднем плане, сейчас вот постараюсь показать, он полностью, как будто будет интересно. Вот такой набор я использовал. Пигменты и цвета. Набор пигментов и цветов. Окраска траков и тонировка. И вызарник. То есть, тут три пигмента и три краски. Довольно неплохой. Как раз для тех, кто строит БТТ, самое то. Ну, покупал его давно очень уже, и не помню где даже. Ну, а что касается модели. Мы сейчас задуем ее лаком. Глянцевым лаком. И сделаем смывку. Так что это видео у нас будет по смывке. Не переключайтесь. Хочу немного прокомментировать эту часть видео. Как вы наблюдаете, я наношу смывку. И в общем, видео посвящено смывке, подготовке к смывке и смывке. Наносил смывку точечно, чтобы не затемнить общий вид модели, так как она уже довольно протемнилась с помощью фильтра из того же набора, который вы видели в начале. Ну, и небольшие, небольшие как бы нюансы. Конкретно в моем случае смывка загустела, долго хранилась. И поэтому наносилась не совсем как хотелось. Обычно она растекается между деталями, там, по углублениям деталей и вот самого корпуса. Здесь немножко она у меня густая была и не совсем тот эффект, как бы, я получил, что мне хотелось. Ну, где-то вы видите, что она и растекалась, а где-то и приходилось ее, как бы, кистью наносить. Принудительно, можно сказать так. Ну, в принципе, общий эффект я бы назвал неплохим. То, что получилось, в итоге, вы увидите в конце видео, конечно. Там будет еще один мой комментарий. Потому что, все-таки, небольшой косячок я допустил. Но это в конце видео вы увидите и услышите об этом поподробнее. Единственное, хочу еще порекомендовать, чтобы будет являться правильным смывка на эмалевой основе. И, соответственно, нужно ее будет убирать, ну, то есть смывки, смывки самой, как вам сказать, излишки смывки нужно будет убирать с помощью эмалевого же растворителя. Потому что я убирал с помощью white spirit, причем строительного и агрессивного. Но об этом позже будет поподробнее. И поэтому у меня и получилось то, что вы увидите в конце. Ну, в принципе, и, ну, еще один нюанс, убирать лучше, наверное, все-таки не ушной палочкой. Ну, это уже умная мысля, как говорится, приходит после, а с помощью кисточки, ну, найти какую-то тоненькую кисточку для этих дел и аккуратненько убирать с помощью эмалевого же растворителя. А не у white spirit, как сделал я. Вот это обязательно примите к исполнению, если будете делать тот же эффект тонировки. Ну, это для тех, кто начинает заниматься модализмом, а остальные, кто занимается этим больше, чем я, или столько же, сколько я, только могут посоветовать мне что-то, какие-то еще способы нанесения и инструменты, чем можно это делать. Ну, собственно, весь коммент, смотрим дальше. Вот так сейчас выглядит модель броневика SD-KFZ222 после смывки. Мотоцикл частично тоже подвергся смывке точечной, как вы видите, там, вот, подсумок, там, ну, очень мало деталей, которые можно выделить, поэтому не везде делалась смывка. По броневичку, что могу сказать. Небольшие косячки вырезали в результате того, что я пользовался white spirit, нужно было подтирать лишние потеки, смывки. Во-первых, не везде можно подлезть, ну, то ли у меня палочки вот эти ушные слишком большие, там, в комментах посоветуйте, чем пользоваться лучше. И произошло вот что, подстерся фильтр в некоторых местах, то есть, white spirit снял, видно, где-то неравномерно лег лак глянцевый. И он где-то, ну, где-то в тонком месте взял, видно, лак уничтожил и подстер фильтр. Как бы, ну, вы видите, что в глаза сильно не бросается, мне видно просто местами. Ну, что я могу сказать, я это могу исправить в дальнейшем. Масляные точки будем наносить в следующем видео. И я думаю, эти места подретушировать высветление. Ну, вот здесь вот, характерно видно, произошло. Ну, и где-то, вот, по троям вот бывает, видно. Если присмотреться, оно в комментах напишите, видно, что подстерлось. В принципе, оно как тонировка идет, как бы добавляет неравномерности, но, что сказать, все это можно наговорить, там, что это тонировка и все такое. Просто то, что задумано было, как бы, этап смывки немножко не удался. Вот, что я могу сказать. То есть, если кто будет делать, то наносите равномерно глянцевый лак и пользуйтесь, я думаю, White Spirit, там, модельным или каким-то веществом. Он не таким, каким я пользуюсь, вот до сих пор я своим строительным пользуюсь. Он, конечно, очень агрессивный, поэтому это произошло. Вот такая рекомендация будет от меня. Ну, вам не придется только это обыграть как-то. И заретушировать следующим этапом тонировки. Ну, что ж, буду с вами прощаться до следующего видео. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Отличный момент для этого. Ставьте лайки. Делитесь с друзьями в соцсетях. До скорого. Поддержи канал Героберс 13. Поставь лайк. И подпишись. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...